И у нас каждый брат на скамье подсудимых занимался защитой благовестия, а в тюрьмах благовестием. И у нас есть немало случаев, когда тюремчики каялись, когда каялись заключенные, конвоиры. И я несколько историй вам расскажу, друзья, вдохновляющих, и на этом мы закончим. В этом году я был в январе месяце в Нижневартовске, было братское общение Хантамансийского округа. Было на этом общении, наверное, около ста братьев. И после в перерыве обеденной ко мне подходит человек пожилого возраста, говорит, брат Фениамин, мне с тобой отличный такой приватный разговор. Отвел меня в раздевалку, где никаких свидетелей не было нашего разговора. И говорит мне, я, говорит, был начальником конвойной службы. Я работал в Тюмени, в тюменской тюрьме, пересыльная тюменская тюрьма. И я помню, говорит, привезли, ну, каждый этап, надо заключенных досматривать, проверять. Подходит ко мне один заключенный, говорит, у тебя что-то запрещенное есть, от меня ничего не спрячешь. Я все найду, признавайся. Говорит, начальник, у меня ничего запрещенного нет. Я начал его обыскивать. И вот здесь, вот здесь, я нашел у него маленькое Евангелие, такое, как спичечный коробок. Открываю святое благовествование Евангелия от Марка. И говорит, ну, я же тебе сказал, что от меня ничего не спрячешь. Я все равно найду. Зря старался. А он мне сказал, начальник, для меня это хлеб в жизни, оно тебе все равно не пригодится. Оставь его мне. А я подумал, ну, что мне, каменное сердце, вернул ему, ну, ладно. Он опять его спрятал в рукав там, своей телогрейки. И на прощание сказал мне такие слова, да благослови тебя, Господь. А там уже, говорит, стоят на очереди зэки и кричат, оставь его, это святой, не отставь его, хватит тебе его досматривать, ничего запрещенного никогда быть не может. Следующий, и следующего досматриваю. Говорит, он-то ушел, этот святой. А вот эти слова у меня остались в памяти, да благослови тебя, Господь. Я, говорит, тысячи раз их каждый день повторял, да благослови тебя, Господь. Я, говорит, по сей день слышу эти слова, да благослови тебя, Господь. Эти слова мне покоя не дали. Говорит, в 90-м году я пришел в церковь, покаялся, принял крещение. Я говорю, скажите, а вам удалось узнать, кто это был? Может быть, из нашего братства кто-то, из наших списков, братьев. Вам не удалось по фотографиям там узнать, кто же это был? В каком году это был? Он говорит, это был 80-й год, лето, август месяц. Я говорю, я тебе скажу, кто это был. Это был твой отец. Я говорю, скажите, а мой отец был здесь в Нижневартовске не раз, а вы к нему подходили? И ты знаешь, мне так было стыдно, я такого святого человека обыскивал. Мне так было стыдно к нему подойти и сказать об этом. Я говорю, вы зря это сделали, моему отцу было бы очень приятно, что эти слова, да благословит вас Бог, они принесли хороший плод, и вы сегодня наш брат во Христе, проповедник церкви. Братья и сестры, что это? Это было благовестие со знамениями и чудесами. Так Господь находил пути к сердцу. Вот эти простые слова благословения, да благословит тебя Бог, покой не давали его каменному сердцу, и он стал нашим братом во Христе. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.